Сегодня займемся садом. И не одним. Владимир Ефремов из Астрахани покажет, как надо обрезать плодовые деревья. Семья Бигбаевых из Башкирии разведет у себя на участке королеву Елизавету. Ценный сорт клубники. Но это дела осенние. Запоминайте советы на будущее. А вот садовую скульптуру, по примеру псковских мастеров Пахомовых, пору изготовить уже сейчас. Осень облетела листва. И теперь нам предстоит заняться уборкой территории, а также обрезкой деревьев. Значит, перед вами заросшие вишни. Сначала я, чтобы не занимать время, я что сделал? Я обрезал молодые побеги, которые выросли за этот год и которые я не заметил с прошлого года. Поэтому, вот видите, само дерево, значит, я вокруг обкопался и побеги убрал, потому что вишня имеет такую способность размножаться корнями. Корни идут во все стороны от нее и из этих поверхностных корней вырастает молодая пора. Вот видите, какая заросшая вишня. Она очень заросла. Вот, что нам потребуется? Какой инструмент для обрезки данного дерева? Значит, нам понадобится... Вот, смотрите, пила. Вот и кот пришел, наш помощник. Он будет помогать, наверное. Так, Тайсон, и из кадра, не мешая съемке. Значит, нам понадобится ножовка ручная, секатор, ну и баночка с краской. Ну, баночка с краской. Многие применяют садовый вар, но так как у нас порезанные деревья будут небольшие, садовый вар очень быстро стынет на воздухе. И поэтому я буду применять простую масляную краску для работы по дереву. Вот. Ну, посмотрите, здесь все в сборе. Это мои помощники. Вот еще и собака пришла, наш метельшнауцер. Тоже заросший, его бы тоже не мешало прорезить. Вот. Давайте обратим внимание на дерево. Дерево, видите, нам нужно выбрать, какой ствол будет основным. Вот видите, в левую сторону идет большая ветка, она нам будет мешать. И мы ее удалим в первую очередь. Значит, в первую очередь мы будем удалять крупные сучья, чтобы они не мешали нам. А потом уже будем формировать, можно так сказать, крону самого дерева. Нам мешают две ветки. Вот, посмотрите. Вот ветка. Она хоть и большая, но она находится очень низко над землей. И поэтому вот самой вишней даже работать неудобно. И поэтому мы его отпилим. Отпиливаем и отбрасываем в сторону. Следующим на очереди у нас еще одна большая ветка. Вот она, смотрите, почти как основная. Вот, но она идет в сторону, в разрез. Дело в том, что здесь раньше не было полисадинка, был прозрачный забор. Поэтому домашние животные, которые ходили по улицам, они объедали эту вишню. Поэтому она получилась такой вот кривой. Удаляют, как правило, те ветки, которые сильно торчат в сторону, расположены слишком низко у земли. Или идут параллельно и мешают друг другу. Ну и, конечно, больные, поврежденные. Вот, посмотрите, видите, здесь выделился сок. Здесь большое повреждение ветки. Поэтому мы такие ветки удаляем. В заключении стоит посмотреть, не кренится ли дерево в одну сторону. И выровнять бока. А также секатором убрать мелкие ответвления, чтобы попусту не загущали ствол. Обратите внимание на место спива. Видите? Сейчас мы будем их закрывать. Для чего? Для того, чтобы туда не попали ни вредители. Значит, не насекомые. Ну и чтобы ствол у нас в этом месте не растрескался. Краска для спилов, как зеленка для ран. Но мелким срезом она не нужна. Затянутся сами. Конечно, после обрезания завязей будет меньше. Зато плоды вырастут крупными. Все силы дерево пустит на оставшиеся ветки. Я беру заранее приготовленную красочку. Вот, масляная. У меня уже готова. Вот, посмотрите. Такого цвета приветствует. Чтобы не нарушать, так сказать, гормону. Беру кисточку. Крашу. Краска, она будет пустой. Чтобы она не стекала. Если недостаточно, высыхание, например, через сутки, можно просто нить. Тем временем в Башкирии, в городе Стирли-Тамак, Рашид и Флюра Бигбаевы, а также их маленькая помощница, дочь Раида, решили посадить новые сорта клубники. Посмотрим, как это делается. Итак, с чего начинаем посадку клубники? Ранее мы посадили землянику, сорт фестивальный, которая раньше у нас росла. С ней уже был опыт работы. А вот теперь мы приобрели новый сорт, который называется Королева Елизавета. Здесь только 4 корня, ввиду того, что просада очень дорогая. Вот сейчас мы ее будем сажать. Для того, чтобы ее посадить, нужно сделать разметку. Для начала сделаем проход между двумя грядками, ранее посаженной той, которая у нас будет. Фестивальная у Бигбаевых прижилась на 100%. Выглядит она обычно, но дает большой урожай и не боится вредителей. Даже самый лучший сорт раз в три года надо пересаживать. Клубника впитывает очень много полезных веществ, микроэлементов, и грунт под ней скоро становится скудным. Надо, чтобы розетка была над землей. Если она будет под землей, она сгниет, не приживется. Но задирать высоко тоже нельзя, потому что корни будут наружу, и они высохнут. Елизавета II сорт поистине королевский. Ягоды сладкие и очень большие, чуть ли не с яблока. Поспевают с мая по октябрь. Долго хранятся свежими, а в варенье не развариваются. Начинать лакомиться можно, когда обычная клубника еще только цветет. свежим навозом. Вот так мы сделали. Сейчас надо замульчировать перегноем. Мульчируем именно перегноем, а не свежим навозом, потому что свежий навоз вступает в реакцию с плавой. Начнет выделять тепло. Комочки нужно размять, равномерно распределить перегной, затем тщательно полить. Клубника очень нуждается в воде, особенно после посадки. А когда влага впитается, еще раз разрыхлить землю, чтобы земля не схватилась коркой. Этим занимается маленькая Раида. Давай, делай. Тихонечко, близко к корешку не надо. Ну, давай, давай, давай. Чего, силы нету? Силы есть. Ну, все, молодец. А теперь украсим сад. Садовые скульптуры – модное и забавное дополнение к лужайке или к лумбе. Будет дешевле и оригинальнее, если вы сделаете их своими руками, как Ольга и Дмитрий Пахомовы из города Себежа в Сковской области. Сегодня мы начнем делать садовую скульптуру, которую мы нашли когда-то при раскопках на нашем участке. Вот это двухкудовое скульптуру. скульптуру. Мы нашли вот тут копая яму. Когда-то в старое время тут был торг на этом месте. Тоже еще. Рын. А в стере из этой пищи скульптуру и поставил нас в саду, чтобы она нам напоминала о начале постройки и ремонта нашего дома. Что предупреждать? Что предупреждать? В скульптуру и скульптуру и скульптуру и скульптуру скульптуру мы ее очистим от ржавчика. Хорошо проел из века. Очистить нужно тщательно со всех сторон, в том числе дно и труднодоступные места, в данном случае ручку. Если ржавчину плохо убрать, все ваши художества будут недолговечными. Ну вот, постепенно она становится похожей на гирю, на кусок жалого металла. Вот, например, мы ее видели, деда. Ну вот, а теперь будем ее бунтовать. В давние времена на этом месте был рынок, поэтому и нашли гирю. Видимо, с ее помощью взвешивали мешки зерном, а теперь огородные работы у Пахомовых словно археологические раскопки. Старых манец в земле очень много, но артефакты такого размера встречаются не часто. Видимо, все неведневые, сомкнут очень быстро. Так, красим ее черным цветом. Грунтовку положили покрывисто, чтобы как следует пропитать поверхность. Для старого железа нужно использовать специальный грунт от ржавчины, а краски годятся любые. Все, что остались от ремонта, но, конечно, влагостойкие и желательно для наружных работ. Краска наша высохла. Правда, собака немножко ее попортила, поцарапала и попробовала на звук, но это нам не помешает. будем сначала выносить рисунок мелым, а потом попробуем это разукрасить и торжественно поставим в нашем саду. Андрюша, покажи нам остатки горшков. Вот это был горшок, но это собака норд, все их съела. поэтому нашу скульптуру мы делаем вот за таким мини-забором. Специально от собаки построили. Сначала нанесем рисунок мелом. Это длительный процесс, может занять несколько дней. Все это разукрашивание, но мы не будем торопиться. Дима, или я рисую, или я комментирую. Съемочный процесс на сегодня закончен. Смотрите все о нескучной дачной жизни на Загородном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...